Тут по телевизору сказали, что из Дмитрия Прихожина убили, но в самомете бомбу какую-то подсунули. И вопрос, куда он может попасть? В ад или в рай? Так это Бог решает. Мы зачем должны решать-то это? Суда Божия нету. И поэтому предвосхищать ответы на эти вопросы никак нельзя. Это провокационные вопросы. Рай и ад нам не дано определять. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3.36. Вот это мы знаем точно. А конкретно человеку сказать бывает прям сильно похоже, но не знаем. Ясно. Так, тут еще у меня вопрос тоже насчет Библии. Ну, в общем, написано, если женился на другой женке, например, а она уже с мужем жила, с другим. То есть пролюбодей. Так я понимаю. Ну да. А зачем же ее брать-то? Еще не хватает, что ли, тех, которые свободны? И тут как-то в одном из видеороликов вы говорили, что когда, например, они поженятся, ну, она начала мужа, а потом вышла за другого, то бывает так, что хорошо живут. А знаете, что я думаю по этому поводу? Дело в том, что сатана делает корзни, чтобы они разошлись, а потом пролюбодей как бы, ну, вместе стали жить. То сатана потом их не трогает. Поэтому их хорошо живут, я так думаю. Может быть, и такой вариант еще. Так а какой тут ответ-то? Ну, тут, согласно Библии, то есть пролюбодей. Ну, так разговор окончен, все. Отрублен, конец, ничего нету. Так, все, я тоже это понял. И тут еще у меня пару вопросов есть. Как относиться к этой ереси, как я ее называю, под названием Славича Баркульски? Уж очень много верующих попало в это уже учение. Ну и что? Я считаю, что это уже учение, это ересь какая-то, и сектанты эти Славикаверы. Они его, как бы, ну, говорят, что это типа ангел какой-то и прочее ерунду в дуне мою. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, я не против. Нет, я не против, я на их согласие. Так, ну а теперь-то вам зачем за них смотреть-то? Как они там, что? Вы православным считаетесь? Да, конечно. Вам сколько лет? 38. 38. А почему у вас бороды нету? Ну я родился таким. Ну а как же так? У Давида над слугами, когда полбороды обрели, он их даже не запустил в город Иерусалим. Отправил в Ерехоне? Да. Живите в проклятом Ерехоне. Да коли бороды у вас не отрастут. Я тоже это питал. Да. Ну так то, было в Израиле или в Шалайде. А сейчас в другое время. Ну а как же, вы видите иконы и везде, что... Где они бриты? Бритых ни одного нету, святых. Вы другое все знаете. Вы про себя сначала узнаете. Вот какая моя вера. И вы до чего бряетесь-то? Что думаете, моложе стали или что? Ну а как же, например, святой Георгий Победоносец, например? Ну что святой Георгий Победоносец? Он уверовал когда? В каком возрасте? Он охранник. В охране был в спецвойсках, по-нашему сказать. И все. Дали-то мы не видим, что он был среди верующих-то. Его казнили, и все, в каком виде Бог заставил, все. Но он уверовал. Принял Христа. А целитель Пантелеймон тогда? Тоже без бороды? Пантелеймону было 17 лет нет даже. Он учился еще в это время в училище медицинском. У него и не было бороды. Это молодой юноша. У Иоанна Богослова не было бороды. Тому лет было 15 или 16. Зачем искать где-то? Вот, а он и такой. Бог будет стоить не потому, как ты смотрел на другого, а как Слово Божие говорит. Бог тебя создал. Зачем под женщину похожим быть? Это делают только гомосексуалисты и подкаблучники бреются. Ну и к нам, тихо, Налич. Вы давайте, в следующий раз, если ко мне будет думать и заходить, чтобы у вас была борода. Бритву выбросьте сегодня же. Выбросьте ее, она не нужна вам. Ну так, сейчас мода такая, но не знали тогда. Так, все, тогда разговор окончен. Я сказал, все, зря время тратить не буду.